Этот склон холма хорошо виден с балкона Николая Королева. Он живет в многоэтажке на латышских стрелков. Недавно его соседи забили тревогу. Здесь появится парк. Сейчас там частные дома. Я понимаю и ту сторону, и другую сторону. Одним хочется сделать город красивее, а другим здесь построили дом. Я тоже бы был на их стороне против этого парка, если бы построил здесь дом. Они вложили в это время силы и деньги. Речь больше, чем о 20 капитальных домах, которые были построены в рамках дачной амнистии. И еще около 130 дачных участков, 80 из которых заброшены. Я уточнял в администрации, есть ли какие-то планы на эту территорию, могу ли я построить. Мне сказали, никаких планов нет, пожалуйста, строим. Я построил. И теперь, оказывается, его собираются сносить. Мы недавно закончили выплату, а некоторые еще платят. Некоторые купили недавно только дома, ипотеку. Индивидуальные дома, вы можете увидеть, вот они будут вплотную здесь. Вот эти дома на склоне и как они выглядят на плане. В управлении архитектуры объясняют, эта нагрузка непомерна для склона. С точки зрения склона это довольно опасно, потому что вот это сползание склона и дома, которые вплотную к этому склону находятся, конечно, предполагают какую-то защиту. И проектировать здесь надо относиться серьезно. Поэтому цель этого проекта – остановить какую-то там застройку. План благоустройства – часть городского генплана. По нему здесь парк и велодорожки, и нет капитальных строений. Уже построенные дома оформлялись по дачной амнистии. Городам не выдавалось. Строились они по дачной амнистии и без обращения в органу власти. Но тем не менее, те, кто построился, зарегистрировался, это законные объекты. Мы не собираемся их оспаривать, и, соответственно, оцениваться они будут так же, как и садовые домики, которые разрешаются строить на этой территории. Дома готовы выкупать по рыночной цене, а жители чувствуют себя жертвами обстоятельств. Они уже встречались с городскими властями и предлагали свои варианты. Рамиль Шайдулин, Алмаз Дейдинов, Рамзеля Гафиатуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова